карп недорогая и очень вкусная рыба но есть одна большая проблема косточки их в карпе около 15 тысяч пока все выберешь уже и есть перехочется но сегодня мой друг индийский повар дал джит синг обещал рассказать как приготовить карпа по-королевски ни одной косточки мы даже и не почувствуем дал джит синг индийский кулинар зи святой мимия всего за 15 роков пришел вши шляху отзвычайного кухаря до шефа он стал популярным не лыше в своей краине а и по всему свято его мастер-классов чекают по пиво року в краинах латинской америки африки та европы на свою кухню дал джита запрошивали элтон джон марк энтони теженнифер лопес и усе заради того аби хоть раз коштувати его неймовірные интерпретации страв суссих куточки в свято здравствуй дал джит здравствуйте и встречайте алексея алексей вместе со своей женой смотрится вот и добра регулярно и что характерно алексей рыбак люблю ловить карпа но приносишь до дому не хочу готовить богата косточек это кто ж такое говорит дружина ага а я знаю что жена пришла сегодня с тобой в гости к нам да олечка здравствуйте добрый день нас маленькая дитина так и коробка стлявы да я не можем давать эту рыбу дуже боюсь за него правильно оля в принципе все и говорит просто я вам сегодня расскажу как надо почистить эта рыба как надо убрать это кости будет очень вкусно и это рыба которая сегодня мы будем готовить называется императорский карп вот такие карпу пойманы и хотела подарить наде алексей аплодисменты алексей вот это улов а эту рыбу я с вашего позволения положу в свой холодильник и потом уже когда буду знать как готовить это блюдо приготовлю нам нужно один инструмент должен быть очень очень острый нож когда мы будем резать рыба рыба мясо очень мягкое поэтому начало мы резим голова отрезаем голову вот так красиво ставим здесь потому что мы потом будем пользовать это на украшение на тарельку лекси начинаем резать это сторону чуть-чуть рыба первые сейчас извлекаем филе надрезали вдоль хребта до позвоночника потом это сторону призем так и срезаем сразу и позвоночник и ребра там где толстые кости да и потом перевернуть еще другую сторону еще раз и начинаем чуть-чуть почистить или не можем один раз делить вот так и резали надо очень аккуратненько работы здесь потому что очень много костей много как алексей уверенно это все делает и надо в счете снизу и резать еще больше чуть-чуть надо еще внизу и с другой стороны проделываем ту же самую манипуляцию да да и у нас получится в результате два прекрасных филе ну как филе в карпе то косточки еще есть а что это у нас сковорода с маслом стоит на плите мы будем обжарить эта рыба вот здесь сейчас мы я вам покажу последние которые техники как как надо убрать и костей но вы не будет чувствовать добавить все крахмал масло должен быть хорошей горячей ага так может быть тогда и разогреваем а дальше то сколько же там должно быть масла растительного чтобы обжарить такую рыбу правильную просто но она как закрывали закрыла нас маслом а я что-то насчет крахмала не поняла это для чего нам это крахмал помогаю сейчас как мы будем обжариваться на фритур первое мясо будет хрусти мягкий пола не будет как очень сухой суховатый мясо и плюс кости когда мы будем обжарить они не будут горит очень быстро а нельзя мукой почему на муку не получается такой результат который нам нужен смотрите вот рыба отдельно вот кости отдельно уже есть да и кстати совершенно очевидно что это можно использовать для бульона я вам покажу одно техника как вы не будет чувство кости что нам нужно первое заем линии либо но кожу не прорезаем нет не привязываем кожу на ту сторону тоже такой же да вот окей вот сейчас начинаем резим рыба так только пол сантиметра все должен быть одинаковый я смотрю что нож ты держишь под определенным углом да да потому что не резал низу шкура то есть под углом где-то 45 градусов да это необыкновенная техника понятно что в таких маленьких кусочках очень-очень будет мелкие косточки которых мы и не почувствуем надо делать потом чуть-чуть вот так взгерошить его да берем рыба так вот на крахмал одолжить а мы не солим не перчим ничего 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 потому что мы отдельно будем готовый соус прям так чтобы и внутрь вот в эти вот разрезы тоже попадал да 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 не узнать карпа масло горячее да легенький дымочек пошел масло очень хорошо разогрелось понятное дело масло нужно брать рафинированное чтобы не было гарри дыма так на самом деле из рук не выпускает вот если дома вы ходите работа так белит возьмите рябку можно палентин да на руками потом выбрасывать внутри к просто от рукой сторону ой так он моментально готовится сколько минуточек или секундочек ну максимально 5-6 минут а 6 минут он готов потому что мы резали так он быстрее обжарить а нужно выложить на бумажное полотенце чтобы жир стек да да алексей посмотри пожалуйста есть у меня там бумажное полотенце в рулоне так давай вот туда дал джиту на досточку быстренько положим должен пискажи як надо шкурой до вверху мясом дом до вверху обжаривать рыбу и самый главный первый мясо потом шкура шкура готовится очень быстрее совсем мясо поэтому концы и шкура я будьте что мясо разваливается в сковородке не надо много трогать просто перевернуть и чуть-чуть аккуратненько и все нельзя когда потому что рыба останется очень мягкий если будет трогать он будет развалится как будет каша олечка я вижу что вы впечатлены вот этим правда я дуже вражена я николы не бачила чтобы так готова ли рыбу ага ну а как вам вообще идея нравится дужи подобается дужи цикава сподіваюсь и дужи смачно было я в этом не сомневаюсь хорошо сейчас что надо очень аккуратненько все а стряхнуть да не надо забрать вот так выбрасывать на сковородка надо вот избавились от лишнего вот эта сторону только открывал она открывать чуть-чуть либо вот так делили и забрали вот эту сторону и выбрасываем на сковородку так вот от себя и шкирую до горы так это грау кладем отлично получилось должит а у нас же еще вот хвост один который отдельно оказался и две головы с ними что мы будем делать вот алексей закончится своей работой я потом тоже покажу это тоже обжарим так просто крахамаль и выбрасывать туда буду и потом мы начинаем готовить соус сейчас уже надо очень аккуратненько перевернуть рыбу отлично надо почистить чуть-чуть то здесь что у нас краска есть да это кров убираем вот эту лишнюю жидкость отсюда получается и потом сразу на крахамаль тоже так же а вот так вот вторую алексей да все мы на такие питания скільки голова будет смажется голова мы просто мы будем ползвать и как на украшение нам не нужно обжарить его три-четыре минута тоша и все просто нам должно получать а что мы раби с хвостиком вот точно так же так само так скажи пожалуйста должит что нам понадобится для соуса пока головы дожариваются с хвостом нам нужна матеря паста сахар сол имбирь чеснок белый сухой вино а мы будем пользоваться виной и еще кунжутное масло если у вас нету рисовый уксус вы можно пользоваться обычный уксус но там будет вкус чуть-чуть больше кисловатого и всего готова голова соус самое главное первое нам нужно имбирь чеснок и имбирь надо резать маленький маленький кубиками сейчас покажу чеснок вот так и потом маленький маленький губика очень аккуратно очень острый до раздавил и вот пока алексей нарезает зубчик чеснока я успею приготовить кофе даже а можно подавить чеснок чеснок чеснокодавы чеснокодавы хитрый правильно чтобы нарезать а то я делюсь у меня проблемы дрожки 7 у вас так добро вышло нет должен быть на этого блюда специально чеснок кубиками и тоже также имбирь мы будем резать меня есть нож угощайся пожалуйста датчик алексей тоже к нам присоединится все начинается с нес кафе отлично можем продолжать у нас есть два порции рыбы поэтому три ложка томатной пасты добавим чуть-чуть вино конечно оля сейчас думает а как же я буду ребенка угощать этим блюдом если там вино вы можно делить без вино сколько сахара мы где-то два ложка чуть-чуть добавим сол и вода где-то пол стаканчика до меньше благодаря нашей кухонной машине мы моментально взбили все ингредиенты до однородной консистенции без усилий с нашей стороны раз и готова да сейчас новое масло на сковородка потом сразу имбирь и чеснок туда вот уже аромат распространяется запах добавим сразу это соус который мы делали внутри обжарим а где-то минут 10 минимально потому что нам нужно готовый паста томатная паста не было сырой если она была сырой будет очень его кисло вату и он тогда загустеет еще немного да да он должен быть сильно горячий когда мы наливаем на рыбу сейчас когда он кипит и наливаем уксус внутри и еще раз смешаем красивенько кладем и вот тут сторону голова и тоже так же сейчас должен соединит рыбу соусом и мы обязательно попробуем императорского карпа а я пока напомню как мы его готовим вам понадобится карт крахмал рафинированное растительное масло для обжарки для соуса томатная паста вода сухое белое вино уксус сахар соль чеснок имбирь крахмал масло карпа очистить от чешуи удалить внутренности и жабры голову отрезать разделать на филе удалив хребтовую кость но так чтобы оба филе держались на хвосте сделать надрезы поперек филе под косым углом к поверхности стола не повредив кожу затем сделать надрезы вдоль филе держа нож перпендикулярно столу приподнять рыбу за хвост и вывернув ее кожей внутрь потрясти чтобы надрезанные части мяса отошли от кожи обвалять рыбу и ее голову в крахмале аккуратно мясом наружу обжарить карпа во фритюре отдельно обжарить голову выложить рыбу на бумажную салфетку чтобы убрать лишний жир приготовить соус в разведенную водой томатную пасту добавить уксус сухое вино сахар соль и перемешать добившись кисло-сладкого вкуса сковороде обжарить чеснок имбирь добавить томатную смесь рыбу выложить на тарелку облить готовым соусом карпа и не узнать мне кажется что нужно соли вместе попробовать олечка идите к нам пожалуйста самое интересное и важное почувствуем ли мы косточки которые в принципе в карпе остались дуже смачно нижним дуже и новичевается косточек здорово все довольны все счастливы должит спасибо тебе огромное за это открытие привет youtube хочешь знать много интересных рецептов со всего мира подписывайся на наш канал и будем готовить вместе субтитры 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 сделал DimaTorzok